Что ж, привет всем, с вами я, Пират. Сегодня мы посмотрим на игрушку, которая выйдет 25 февраля под названием Life in Bunker, в котором нам предстоит, как понятно по названию, выживать в бункере, который мы сами будем строить. Что ж, эта игра пока что это бета-билд, да, тут возможно что-то будет не очень стабильно или еще что-нибудь, но в принципе я уже поиграл один час. Честно, мне очень понравилась, хорошая игра. На самом деле, немного таких игр, при том это инди-игра, которую делают всего два человека, ну там конечно им помогают, они еще за помощью, да, там музыку они же не смогут сами сделать, например, если у них нету навыков, поэтому они обращаются все-таки к каким-то людям, ну, так впрочем, двое делают. У нас вот такая вот менюшка, ничего необычного, есть настройки, есть, тут можно настроить все под себя, титры, тут разработчики, загрузка и новая игра, а также выход. Что ж, давайте зайдем тогда в новую игру, так, тут ничего изменять не будем, вскрытие и обучение. В принципе, обучение я уже прошел, поэтому мне не нужно обучение. Создаем себе новый мир. О, тут сразу у нас совет. Итак, вот это наши люди, которые живут в нашем бункере. У нас сразу же есть мини-реактор, который почему-то сломан на 64%. Давайте назначим инженера, то есть, я могу каждого человечка, могу прям выбрать всех, то есть, все, кто у меня есть, и назначить их. Так. Фермер один. Рабочих нам надо хотя бы троих. Повар. Дальше что у нас там? И уборщиков нам нужно. Да. Вот так вот. Так, два инженера, три рабочих, два уборщика, повар, фермер и ученый. В общем, профессии я распределил, это сразу почему-то мне захотелось сделать. Так, что это у нас? У нас есть главный вход. Как видите, это вход, то есть, на саму планету, ну, с которой мы попали в этот бункер, да, на которой он находится. Но там у нас сейчас загрязнение. То есть, нам надо прожить 500 лет в этом бункере, чтобы мы могли выбраться на поверхность и дальше продолжить, уже жить на поверхности. Так, а профессии я назначил. Дальше, что у нас тут еще? Мусорный контейнер. Ну, это понятно. Холодильник для хранения фруктов в начале. Также хранилище у нас есть. Инкубатор. Здесь можно выращивать новых людей для нашего бункера, чтобы кто-то мог тут работать, да. Помпа. Есть водяная помпа, которая качает у нас воду. Непонятно пока откуда, но главное, оно работает. Так, дальше. Тут у нас находятся все основные строения, управления. В общем, все делается через эту панельку. Также тут очень прикольная система сетей, то есть, водяной и электрической. Водяная сеть, вот видите, у нас, например, водяная помпа. Вот к этому надо воду подключить и к этому. И у нас идут вот такие вот штуковины. Мы сами можем их прокладать, это мы посмотрим дальше. Также с электричеством. Вот у нас электрический генератор, вот идут электричества к дверям, да. Потому что двери открываются у нас автоматически. Если электричество как-то отключится, то они не будут работать. К холодильнику, также к вот этим штукам. Очистители воздуха, то есть, чтобы могли дышать тут у нас. Ну и основной уровень. Это очень круто. Тут все ресурсы, которые у нас есть. Так, что ж, давайте приступим к последующему строительству. Что у нас тут получается? Значит, вот тут двери можно сделать новые. Так, давайте снесем немножко. Вот тут будут двери у нас, значит. И новая комната побольше. А это что такое? Понял. Это у нас разлом на следующий уровень. В общем, мы не умеем там что-то разрушать. Это надо будет тренироваться, короче. Точнее, изучать новые штуковины. Это разлом. Можно, в общем, построить здесь лифт, который спускается вниз. По-моему, вниз или вверх. Я не знаю, на каком мы сейчас уровне находимся. А, мы на первом. Видите? Можно еще ниже посмотреть. Вот. Тут у нас еще один уровень. Еще ниже можно. Тут у нас какие-то... Я не могу выбрать, как они там ходят. Непонятно. И еще ниже. То есть, у нас есть четыре уровня подземелий. То есть, мы можем спускаться ниже, ниже, ниже. Вот, мы начали работу. Давайте-ка построим сразу же дверь. Только я не помню. А, вот они. Вот так вот. Отлично. Инженеры работают. Точнее, не инженеры, а рабочие обычные работают сейчас у нас. Так, дверь готова. К ней... Видите, она сразу зелененьким засветилась, потому что там уже было электричество где-то. Вот, к этой лампе. А эта лампа передала нам электричество на дверь, так что все отлично. Все работает круто. Само собой все сделалось. Круто. Тут мы сможем поставить лифт, который я еще ни разу не видел. Ну, то есть, я играю не так много в эту игру, так как мне прислали копию вчера вечером. То есть, ну, я уже не мог поснимать, а сегодня, сразу же, как проснулся, сел поснимать эту игрушку, потому что она мне понравилась сразу же. Так. Давайте тут разберем еще. Вот так вот. И начнем строить стены. Пол. Нет, стены нам надо. Вот тут построим стену. Вот тут. Я не знаю, что там дальше. Там темнота какая-то. Ну, туда, наверное, нельзя просто. Так, это уничтожили. Так, сейчас... Достраиваем стены. Давайте, одни строят, втори и уничтожают, и все будет отлично. Так, что нам нужно? У нас есть один холодильник. Это что такое? Я забыл. Это у нас мусорный контейнер. Понятно. У нас есть один мини-реактор. Главный вход. Мини-реактор. Так, нам надо хотя бы сделать кухню какую-нибудь. Где наши люди смогут покушать. Так, значит, давайте для кухни сделаем вот тут место. Так, блин, каменные блоки мы не умеем пока разрушать. Так, вход в кухню у нас будет вот тут. Отлично. Давайте за работу. Так, что-то случилось. Окей, новая нора какая-то сделалась. Тут кого-то убили уже. Надо ее закрыть пока... Понятненько. Так, это надо разрушить, потому что мы не можем построить ту стену, которую у нас за вот этим. Так что это мы разрушаем. Так, вот эту стену для начала надо построить. Потом мы ее тоже не сможем поставить, так как... Окей, вот эти штуковины мы не можем. Здесь нельзя построить. А, я не хочу строить, я хочу разрушить. Для разрушения алмазные наконечники уровень 2. Так, а с исследованиями... А, я еще не разобрался, но в принципе я немножко знаю, что докуда у нас получается. Так, ладно, продолжаем строить стены. Вот так вот. Отлично. Все, тут скоро у нас будет завершенная комната. В принципе, где мы сможем сделать себе лифт вниз. Это круто. Так, ну раз я ошибся, давайте тогда с вот этой стороны сделаем. А тут пока закроем это. Так, надеюсь, туда люди никакие не попадут и не останутся там у нас. Окей. Так, тут мы стену заделали, значит... Сделаем еще один выход. Блин, тут мешают вот эти штуки. Надо бы их куда-то переместить. У нас точно нечего кушать. Хе-хе-хе. Надо над едой посидеть. Ладно, это такой коридорчик. Вход на кухню будет у нас. Правда, тут надо поставить... Сейчас покажу одну штуковину, которая будет добывать для нас руду. Ой, извиняюсь. Я немножко приболел. О, слабый подземный толчок. Окей. Вот, у нас посыпалась вот такая штуковина сверху. Ну, у нас есть уборщики, которые это все уберут. И у нас все будет отлично. Так, уровень кислорода. Все отлично у нас. Дальше это... Проведение. Время, проведенное в бункере. Единичка. А, стоп. Я же не нажал вот эту кнопку, чтобы они пошли очищать то, что у нас тут есть. Ну, значит, сделаем тогда кухню вот здесь. Надеюсь, тут у нас не будет таких камней, которые мы не сможем прокопать. Но тут уже, походу, что-то такое. Так, давайте копать. Мне надо посмотреть, что там есть. Что тут еще есть? А, надо ставить пол, чтобы обвалы не ставились. То есть, если мы поставим пол, то у нас как бы сразу ставится и потолок, и обвалы тогда не случаются там, где у нас стоит пол. О, это тоже, кстати, очень хорошо, поэтому я думаю, я поставлю плитку тут. Так, синюю плитку. Отлично. Так, мы тут нашли, нас убивают. Но мы справляемся. Лопата ему, правильно. Отлично. Так, это все надо убирать. Где уборщики, которые должны это все делать? Так, это мы убираем. Итак, где там у нас эта штуковина? По-моему, вот тут. Да, буровая установка устанавливается вот на такие вот штуковины. И с помощью нее мы можем добывать руду. То есть, она нам будет приносить руду. Так, сюда дверь надо. Понятненько. Для начала нам надо уничтожить эти стены. О, пол поставили. Отлично. Так, рабочие занятия полом и никто не копает. Давайте, копайте. Так, тут у нас что-то большое помещение. Здесь будет очень много завалов. Также спаунятся эти... Я не знаю, как их называть. Подземные макаки, что ли. Обезьяны. Непонятные. Поэтому надо быстрее нам делать тут стену и пол. Вот так вот. Тут дверь поставим. И сейчас вы увидите, что вот в этой двери у нас не будет зеленым светиться. Вот, тут сразу нам написали. Их надо вручную открывать, потому что нет электричества. Для того, чтобы провести электричество, мы переходим на этот уровень. Хотя это было не обязательно, так как оно само могло перейти. И берем электрические кабеля и подключаем просто от той двери до этой. И все. И сейчас один из рабочих... Ой. Не туда нажал. Новая игра. Путаюсь в интерфейсе еще. Так что вот сейчас... О, подключили. И все. Двери сами работают. Это замечательно. Так, это мы убираем. Тут как-то надо нам немножко больше, наверное, все-таки убрать. Так, так, так. Вот это, вот это. Тут построим стену. Вот так. Ну, пока что у нас всего хватает. И это меня радует. Тут сделаем несколько сейчас комнат, так как я хотел сделать кухню, которая у нас будет. Вот, например, вот тут. Тут будет дверь. Даже вот так убрать. Один, два, три для двери оставляем. Как-то получается не так, как я бы хотел. Один, два, три для двери. И снова вот так. Вот так вот. Отлично. Это еще снесем. Дверь туда сразу закинем. Дальше что у нас тут получается? Это надо снести. Ну, хотя ладно. Это не будем сносить. Снесем вот тут-то побольше. Отлично. Можно достроить стену. Вот так. Так, это нам, походу, надо к электричеству подключить. Да? Вроде как. Да, давайте посмотрим, что же оно у нас требует. Да. О, снова завал. Нужно электричество. Давайте все подключать сразу же к электричеству. Чтоб оно начинало работать. Так. Вот от этой двери мы сюда присоединим. А вот от этого сюда. Вот так вот поставим кабеля. Потому что эта дверь тоже не работает. Так. И сейчас оно должно все заработать. Вот так. Подали электричество. Отлично. Только надо следить за тем, чтобы наш генератор выдерживал. Где это? Постойте. Это где-то у нас тут коммуникации. И вот 450 вырабатывается, 222, ну, каждую секунду, допустим, забирается. Поэтому вот так надо следить, чтобы у нас вот этот уровень не переходил за этот, по-моему. Если я это сам хорошо понял, что это так и работает. Так, ладно. Ну, для кухни, в принципе, у нас уже достаточно места. Когда мы сможем убирать камни, мы сможем это все расширить дело. Но пока что сделаем вот так. Вот так вот. И вот так вот. Так, там я лишнюю одну штуковину поставил. Отлично. Также пол на кухню. Только я не помню, какой нам нужен пол на кухню. Ладно, сейчас разберемся. Давайте поставим пока что тоже синий пол. Потому что некоторые предметы, например, такие как реактор, можно ставить только на бетонный пол. А кухню я не помню, на какой это что у нас там. Это у нас грязь какая-то там. А ну, пошли убираться. Я что, зря уборщиков назначал? Так, отлично. Теперь нам надо... Давайте еще попробуем вырастить. Вот у нас тут один ребенок уже бегает. Где он? Вот. Маленький. Он не может пока что работать. Спорт. Туалет. О, ребят, у нас же нету туалета. Вот это поворот. Давайте-ка мы быстро поставим им жизнеобеспечение. Это у нас... Это мини-реактор. Нет, 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 нет. Это не то. Так, где же у нас холодильник, хранилище, мусорный контейнер? Тоже не то. О, это у нас овощная грядка, где мы можем выращивать разную еду. Так, где же у нас... Окей, нам уже написали, что жители голодают. Да, надо сделать кухню, я понял. Только дайте мне разобраться, где у нас тут находится туалет и душевая кабинка. О, супер. Так. Ну, вроде как, можно ставить здесь. Так, я думаю, оно должно работать. А также нам надо сделать там, где будут жить люди. Так, тут делаем кухню. Тут ставим несколько столов. Вот так вот. Вот такая вот столовая у меня получилась. Так, что произошло? Жители хотят помыться. Это уже раньше было. Так, это нам всё надо подключить к... Стоять. Я не успеваю. Так, где у нас... Вот, вода у нас идёт отсюда. Значит, мы можем... Вот так вот провести. И подключить сюда и сюда. Это хорошо. А также туда надо электричество подключить. О, супер. В смысле, я не могу. Или всё-таки могу. Странно. Ну, я надеюсь, что оно даже вот так будет работать. Так, время пускай идёт. Видите, сюда нам надо и воду подключить, и электричество. Оно мигает, оно должно зелёным светиться, когда всё работает хорошо. Так, что это? Где, откуда лезут? А, вот тут у нас... Блин, если у нас тут наспаунится много вот этих ребят, это будет очень плохо. Потом мы не знаю, как сможем туда зайти. Так, воду доделывает, по-моему. Это будет хорошо. Ну что, вы доделали? Электричество и вода. А почему не до конца? Странно. Вот так вот. Вот так, что ли, надо сделать? Да не, вроде как не надо. А ну-ка, давайте посмотрим, работает ли оно. О, супер! Работает. Всё же работает. А, вот, они же заходят туда, и всё работает отлично, значит всё хорошо. Так, у нас есть повар? А, сюда тоже надо... Подключить электричество и воду. Так, постойте. Вот так. Где нельзя строить? Почему? Или всё-таки они смогут тут построить? Ну, вот так должны. Потому что тут мешает и с этой стороны, в общем. Тут они бы не смогли, по-моему. Или вот тут построить. Ну, короче, сейчас посмотрим. Они уже начали своё строительство. А, ну, а электропитание тут уже подведено. То есть, всё, тут у нас всё работает отлично. Тут у нас тоже всё работает отлично. Тут у нас уже выращиваются ещё два новых вот этих. Это хорошо. Окей, где-то порвались электрические провода. Да, инженеры должны это сами устранить, найти, где это находится. Так как у нас вырубились все двери, вырубился кислород, всё тупо вырубилось. Вот, ничего не работает. Инженер, о, он нашёл, походу, поломку. И сейчас это исправляет. О, да, всё заработало. Отлично, красавчик. Так, дальше что нам надо? Нам только что писали. Где этот журнал? Я не помню, как его открывать. Журнал-соботик. Обучение. Тут можно посмотреть. Спорт, лечение. Ага, понятненько. Исследование. Тут можно исследовать. Понятно. А, вот и события, то, что я искал. Кроточелы. Понятно, кто это. Это никакие не обезьяны, это кроточелы. Эй, зачем вы едите мясо, кроточелы? Фу, ужас. Почему никто не готовит еду? У нас же есть повар. Или у нас... Ни с чего просто готовить. Да, у нас есть повар. Замечательно. Ой. Некоторые люди что-то не очень довольны у нас пока что. Так, нам надо сделать ещё... Ещё-ещё грядки. Для того, чтобы мы могли выращивать всё-таки еду где-то. Давайте их сделаем вот тут. Ну, попробуем сделать хотя бы. Так. Ну, и ещё одну дверь я вот тут сделаю. Отлично. В смысле? А, нету кровати. Ребят, у нас же нету где спать этим людям всем. Ну, давайте сделаем вот тут большущую комнату для всех, чтобы поместились. Сколько у нас там человек. Я не помню, сколько у меня людей тут сейчас есть. Но придётся вот всё это добывать. Так, дверь сделаем с вот этой стороны. Так как с этой стороны мы тоже будем делать дверь. Тут будут две двери. Кухня есть у нас. Добыча руды у нас есть. А, кстати, руду-то надо переплавлять. Поэтому нам надо сделать вот эту штуковину. Которую можно ставить, по-моему, только на бетон. Поэтому давайте сделаем бетонные штуковины тут. Чё-то у меня всё плохо. Все лежат на земле, чё-то. Да. Надо, надо кровати делать и побыстрее. Так что давайте, рабочие, быстрее работаем. Упс, что случилось? Снова короткое замыкание. Сгорел кусок кабеля. Теперь нам надо, чтобы кто-то это отремонтировал. Инженеры, займитесь. Жители голодают. В смысле? Так едите фрукты. У нас ещё есть 34 фрукты. Почему никто? Окей, я понял. Но у нас пока что нету очень много ингредиентов. Мы будем использовать максимум 2. Так, а эти штуки можно отменить. Кто-то у нас умер. Первый житель. Печально, но в бункере стало легче дышать. Отлично. Минус 1 человечек в нашем бункере. Так, не знаю, можно ли эту штуковину к стене ставить. По-моему, в прошлый раз я её ставил к стене, и всё было хорошо. Неважно, где она находится. Это для того, чтобы перерабатывать руду в строительный материал. Вроде как. Что за зарядка на кухне. Так, ну это работает. Это меня радует. Блин, просто всё так сразу надо быстро сделать, что я не успеваю. Может мне назначить больше рабочих? Чё у нас там по рабочим-то? Здесь свободные ещё люди. Чё-то у нас уборщиков нету. Или я... А, есть один всего. Так, уборщик, уборщик. Вот это у нас ничем не занимается почему-то. Давай, пока что нам надо рабочих. Чтоб всё это доделать, выкопать. Так, что случилось? А, ну и ладно. Вы и так в тупике, вы никуда не сможете ко мне пройти. Что, снова голодание? Ну я понимаю, но я не успеваю всё сразу сделать. Нам нужен пол. Просто я не помню какой, для того, чтобы выращивать грядки. Точно не вот такой и точно не вот такой. О! Вот беленький такой. То есть металлический. На металлическом мы сможем выращивать грядки. Вот он. Отлично работаем. Так, вот эту штуковину надо подключить. Что там ей не хватает? Ей водоснабжения, по-моему, и не надо. Вот так вот. Всё. Подключаем. И чё оно нам будет? Ага, оно будет переплавлять. Один руды, пять вот этого. Всё понятно. Чё такое? Снова чё-то с электричеством случилось. Кто умер? Кого убили? А это, походу, этих кротообезьян. Или кротолюдей. Убивают там. Ещё что-то случилось? Нет уборщиков. Как так? Как так сложно-то? Ладно. Становись уборщиком. Был рабочим. Становись уборщиком. Повышение. Все недовольны. Почему? Счастье. Счастье. В смысле? Ааа. Это просто пишет. В общем. А можно посмотреть подробней? В бункере грязно. Ну, уборщики не выполняют свою работу. Что поделать? Ты выполняй свою, они будут выполнять свою. В смысле грязно? В смысле грязно? Ну, так себе. Нормально? Тут немножко, тут немножко. Надо поспать им где-то. Так. Ну, в общем, так. Ещё пол. Где у нас там пол? Доделаем немножко металлического пола. Дальше что у нас? Дальше, дальше надо. Вот это будет сюда такнуть. Ну, как-то так. Всё. Хотя бы еду будут выращивать. Это хорошо. Сюда надо двери втыкнуть. Сюда тоже надо будет двери втыкнуть. Кстати, сюда больше надо, потому что это ведёт ко всей вот этой штуковине. Что у нас по... Хорошо, с кислородом у нас всё нормально. Наверное, мне стоит больше людей наделать. Потому что чё-то у нас тут всё плохо. А тут можно профессию ещё выбирать. Вот об этом я не знал. Это что? Рыба. А, я думал это ракеты. Думаю, зачем им ракеты? Кого они решили убивать? Ну, тут всё подключено, всё работает, и это хорошо. Давайте ещё раз смотреть на профессии. У этого есть? Этот вообще без профессий. А, ну это, возможно, маленький просто. Ещё не вырос. Ещё один ребёнок, два ребёнка. Ладно. Так, это надо подключить. Всё. Так, тут надо воду и электричество. Хорошо, я понял. Так, вода, вода, вода. Интересно, они тут смогут построить или не? Давайте вот так сделаем. Вот так. Ну и электрические кабеля. Они аж сюда уже доходят, так что тут будет легко. Супер. Сейчас подадут электричество. Так, ты чё вырубился? Очень хочет спать. Все уснули просто. Надо кровати делать. Вот, я хотел тут выкопать комнату для того, чтобы они могли спать. Ну ладно, поспят на земле пока что. Усталость. О, заработала еда. Ну почти. Воду надо подключить. Всё, заработало. Кто-то умер. Мусор. Что это? Мусор. Да, уборщики. Вы где? Алло. Один уборщик. Надо больше уборщиков. Давайте ещё сделаем уборщиков. Ещё уборщика. Вот, блин. Окей. Стоять. Я не успеваю. Так. Жилая зона. Жизнеобеспечение. Просто мне не дают что-то сделать. Так. Где у нас тут мусор? В общем, сейчас я постараюсь найти мусорные контейнеры. И у нас уже, кстати, довольно-таки длинная серия получается. Поэтому я думаю, что мы будем завершать потихоньку. Давайте тут два. Интересно. Можно ли два? Неважно какой стороной. Я думаю, что неважно. Да? Ага. Ну, вроде как правильно поставил этот мусорник. Пускай делается. И тогда, ребят, давайте. Если вам понравилась эта игра, то ссылка на неё есть в описании. Она выходит 25 февраля. Так что ждите. Потому что игра довольно-таки классная. Советую всем. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok.